Божьи слова на каждый день Способен быть верным и оставаться непоколебимым Достигнуто посредством слова Ныне человек видит, что воплотившийся Бог Проделал воистину выдающуюся работу Есть много такого, чего не может достичь человек Это тайны и чудеса Поэтому многие подчинились Некоторые никогда с момента своего рождения Не подчинялись кому бы то ни было Однако, когда в наши дни эти люди видят слова Божьи Они полностью подчиняются Даже не замечая, что сделали это И они не позволяют себе тщательно исследовать Или говорить что-либо еще Человечество подпало под власть слова И простерлось ниц под судом слова Если бы Дух Божий напрямую говорил человеку Все человечество подчинилось бы его голосу Падая без слов откровения Во многом подобно тому, как Павел упал на землю Увидев свет на пути в Дамаск Если бы Бог и далее работал подобным образом Человек никогда бы не смог познать через суд слова Собственную развращенность И тем самым достичь спасения Лишь став плотью Бог смог лично донести свои слова всем до единого Чтобы все имеющие уши услышали его слова И приняли его вершимой словом суд Такой результат достигается только его словом Но не через явление Духа Которое заставляет повиноваться испуганного человека Только через такую практическую и необычайную работу Может быть полностью раскрыт ветхий характер человека Который был скрыт в нем в течение многих лет И это позволяет человеку признать его и изменить его Таков практический труд воплотившегося Бога Он говорит и вершит суд практическим образом Чтобы словом достичь результатов суда над человеком Такова власть Бога воплоти И значимость воплощения Божьего И делается это для того Чтобы явить власть Божьего воплощения Чтобы показать результаты работы слова и духа Который стал плотью Он демонстрирует свою власть через суд словом над человеком Хотя его плоть является внешней оболочкой Представляющей обыкновенную и нормальную человечность Но те результаты, которых достигает его слово Показывают человеку, что он исполнен власти Это показывает всякому человеку, что он сам Бог Сам Бог, который стал плотью Что он никем не поругаем И что никто не может превзойти его словесный суд И никакая сила тьмы не может взять верх над его властью Человек всецело подчиняется ему Потому что он есть слово, ставшее плотью А также из-за его власти и его суда словом Работа, проделанная его воплощением Есть та власть, которой он обладает Он становится плотью Потому что плоть тоже может обладать властью И он способен совершать работу среди людей Практическим, видимым и осязаемым для человека способом Такой труд намного более реалистичен Чем любая работа, напрямую совершаемая Духом Божьим Который обладает всей властью И результаты ее также очевидны Причина этого в том, что, став плотью Он может говорить и выполнять работу практическим образом Внешняя оболочка его плоти не имеет власти И человек может к ней приблизиться Сущность же его обладает властью Но его власть никому не видна Когда он говорит и совершает свою работу Человек не способен обнаружить существование его власти Но это даже более благоприятствует Его работе практического характера И вся такая практическая работа Может достигать результатов Хотя никто из людей не осознает Что он имеет власть Не видит, что он не поругаем И не видит его гнева Он достигает задуманных в его словах результатов Через свою скрытую власть Свой скрытый гнев И слова, которые он говорит, открыто Другими словами Через тон его голоса Суровость речи и всю мудрость его слов Человек полностью убеждается Таким образом, человек подчиняется слову Воплотившегося Бога Который, как кажется, не имеет власти Однако достигает своей цели спасения человека Это еще одно значение его воплощения Говорить более реалистично И позволять реальности своих слов Воздействовать на человека так Чтобы люди становились свидетелями Силы Божьего слова Таким образом, если бы этот труд Не совершался посредством воплощения Он не достиг бы даже самых малых результатов И не смог бы полностью спасать грешников Если Бог не становится плотью То Он остается Духом Невидимым и неосязаемым для человека Человек есть плотское создание Бог и человек принадлежат к двум разным мирам И обладают разной природой Дух Божий несовместим с человеком из плоти Между ними невозможно установление Каких бы то ни было отношений Более того, человек не может стать Духом Поэтому Дух Божий должен стать творением Чтобы выполнять свою изначальную работу Бог может как возноситься до величайшей высоты Так и смирять себя Становясь сотворенным человеком Чтобы трудиться и обитать среди людей Человек же не может вознестись На величайшую высоту и стать Духом И уж никак не может он сойти В самое низменное место Поэтому Бог должен стать плотью Чтобы выполнить свою работу В точности как при первом воплощении Когда лишь воплотившийся Бог Мог искупить человека через свое распятие В то время как для Духа Божьего Было невозможно предать себя распятию В качестве жертвы за грех ради человека Бог мог непосредственно стать плотью Чтобы послужить жертвой за грех ради человека Но человек не мог непосредственно вознестись на небеса Чтобы взять ту жертву за грех Которую Бог приготовил для него По сути, все, что можно было сделать Просить Бога несколько раз Перемещаться между небом и землей Вместо того, чтобы человеку вознестись на небеса И взять это спасение Потому что человек пал И не мог вознестись на небеса И уж тем более Не мог принять жертву за грех Поэтому было необходимо, чтобы Иисус Пришел к человечеству И лично выполнил ту работу Которую человек просто не мог совершить Каждый раз, когда Бог становился плотью Это было абсолютно необходимо Если бы какую-то из этих стадий Мог выполнить Дух Божий Он не претерпевал бы все унижения воплощения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok